итак нам потребуется головка лука и морковка очищаем их лук нарезаем небольшими кубиками на разогретую сковородку наливаем растительное масло примерно 50 100 миллилитров сюда же отправляем наш нарезанный лук и обжариваем его морковку натираем на крупной терке не забывайте перемешивать лук и его обжаривать надо на среднем огне к луку отправляем натертую морковь не забываем все тщательно перемешать нарезаем помидорки небольшими кубиками помидорчики нарезали и отправляем их нашим овощам немножко посолим наши овощи и теперь осталось тщательно перемешать пока наши овощи обжариваются необходимо нарезать немножко капусту капусты нам потребуется вот такой вот небольшой кусочек нарезаем тоненькими полосочками ну примерно так это получилось и теперь мы отправляем капусту к нашим уже поджаренным овощам все перемешиваем накрываем крышечкой и оставляем минут на 10-15 берем пол кило смешанного фарша добавляем чайную ложку соли если не будет хватать по вкусу то немножечко добавим пол чайной ложечки молотого перца добавляем немножечко кипяченой воды но только не горячий холодный и 2 куриных яйца не забываем перемешивать наши овощи прям еще пять минуточек и можно будет выключать нам надо чтобы овощи стали мягкие если вы любите еще болгарский перец то можете добавить его сюда мы решили обойтись без него 4 зубчика чеснока пропускаем через чеснокодавилку за пару минут до приготовления отправляем наш чеснок овощам и не забываем перемешать так как мы фарш будем добавлять овощи поэтому надо весь фарш вот эти яйца перемешать иначе они могут свариться ну наши овощи готовы какая красота все даем им остыть чтобы быстрее они остыли их надо переложить либо в тарелочку ну либо оставляем так надо чтобы они были не особо горячие овощи немножечко остыли отправляем их к фаршу и все тщательно перемешиваем лучше всего это делать конечно руками ложка вы так все равно не промешайте нам надо сделать так чтобы получилась такая однородненькая хорошенькая такая масса из которой мы будем лепить наши котлетки берем противень и начинаем лепить котлеточки будем укладывать сюда должно получиться примерно 10 штук из этой массы например на так это получилось теперь наши котлетки отправляем в духовку примерно на 30 минут при температуре 180 градусов очки поджарились теперь осталось их посыпать сыром для этого сейчас будем натирать сыр сверху и убираем наши котлеточки еще минут на 10 чтобы получилась такая красивая зажаристая золотистая корочка такие вот красивые котлетки у нас получились если вам понравился мой рецепт подписывайтесь на канал пишите свои какие-то рекомендации свои какие-то советы ставьте лайки пока пока